народ привет значит смотрите сейчас покажу что я сегодня купила ходила на рынок прямо рынок рынок центральный рынок краснодара называется синой я значит прилавчилась поскольку я живу рядом я вот купила себе вот такую тележку я просто вышла с подъезда тележечка с этой дорогу перешла бэмс я на рынке сегодня она купила кучу всего потому что нам сказали что нас ожидает похолодание дикое минус 2 градуса может даже минус 3 будет аж целую ночь я думаю надо значит всего набрать чтобы не сидеть потом и не мерзнуть или по холоду никуда не ходить не мои рестораны куда я хожу кушать а водка по решила набрать всяких фруктов и овощей чтобы сделать дома салатик если нас у приморозит вот если мне будет сильно холодно и тему ресторан который тоже через дорогу сейчас я вам покажу что я вот в эту полную штуку накупила и сколько мне это все вышло это самый премиум класса фрукты и овощи самые дорогие к что можно найти в краснодаре именно на стеном рынке сейчас выкладываю вам все покажу что народ смотрите вот это все богатство не вышло на 51 доллар значит смотрите тут шикарная чучхела шикарно значит вот эти вот этот и вот это значит в гранатовом соке виноградном соке это фундук а вот это такие вот жирные чучхелы вот такие длину они прям длинные а что сломалась потому что длиннючая вот такая чучхела это с орехом это тоже виноградном соке там конечно есть и фрукты если белой шоколаде какому угодно значит вот эти беленькие по 100 рублей то есть вот такие короткие это значит по доллару штука вот такие по 150 она мне отдала за 5 огромные жирные штуки просто я в техасе брала одну маленькую вот такую вот маленькую в армянском магазине у нас там ссср маркет это 4 доллара или 5 одну здесь значит такие огромные длинные вот эти вот 50 рублей вот эти маленькие посту там можно походить по рынку и еще дешевле взять смотрите купила масло это белорусское масло значит она продается да это на развес лежат большие блоки которые можно ну как помните советское время приходишь на развес тебе кусок отрезали какой ты хочешь значит российское масло 550 рублей за килограмм белорусская 850 рублей за килограмм и берут я взяла кусочек и штатала ну дома вообще не питаюсь практически на думаю возьму пробую белорусского масла также сливки помогут уже белорусские взяла сметана наша местная там 20 процентов 15 процентов 10 процентов жирности это на шикарная так дальше помидоры не подойти в обмрак это наши помидоры зрители вот это помидор так помидор так он вкус как у этих помидоров разрезал слюнки текут часовой только присыплю зелень и смотрите купила у крупчика большой пучок кинза и зеленень и лук потом купила вот эти морковки еще на 2 доллара вот это вся зелень и вот это вот эти все риски это на 2 доллара вышел вот отдельно потом вот эти бубы не на голубейку южи выращивают местную и она 2000 рублей килограмм они считают видимо что тут урага грубо говоря 20 долларов целый килограмм огурчики огурчики посмотрите на эти красавчиков пупырышка в америке вы конечно не купите много зеленых пупырышками вот здесь они 2 рубля за килограмм стоят 2 доллара за килограмм вот таких пупырчиков помидоры там все помельче то можно что там не надо виноград послать и какой шикарный вообще обалденный виноград тоже это два доллара за килограмм такой винограда где-то 200 рублей за килограмм по моему уже до 300 был гляньте на эти гранаты не помню сколько стоило целая граната за килограмм они по-моему тоже продаются 200 или 250 рублей за килограмм то целая граната грамм 600 и сыр я давно хотела не стучала по нему в америке адыгейский сыр нашего местного кубанского производства его хорошо это просто есть к чаю и вообще он такой вкусный он наоборот такой не соленый он такой вкусный ну вот салатики можно добавлять дальше что я купила значит мандарины вот эти были вообще копеечный то 100 рублей за килограмм они говорят что они обхазки не турецкие натурально выращенные обхазки мандарины и 100 рублей за килограмм то есть это доллар за килограмм вот такие а вот эти вот покупнее эти они сказали что были грузинские ну как сказали что если турецкие тоже крупные но эти грузинские скажу что это грязь и говорят так же эти были по 130 вот эти вот шикарные лимоны которые просто пахнут потрясающе то есть три лимона за 100 рублей то есть 3 лимона таких крупных прям крупные лимоны это доллар опять-таки на рынке дальше я купила еще две упаковки кофе арабика для турки потому что я в турке готовлю не помню было почем может быть долларов по полтора клубника клубника ребята пахнет просто вот это было просто подороже это где-то было 400 за лукошку из 4 доллара это конечно дороговато но оно натуральное понимаете это прям кубникой запах клубники не реальный ну такая поменьше вот это было при добром цены конечно это местное производство дон импорт производство это в районе а нет это вот египет вот это вот конкретно египетская вот наша по она дороже поэтому было а египетская дешевле это было по 3 доллара за упаковочку наша была где-то четыре с половиной вот так вот но наша предпочтительнее а это египетская клубника так вот смотрите значит и того мне куча винограда узнаете вот этого только тут наверно на килограмм вот это громко красного розового вот это белый прям шикарный вот эти помидоры вот эти все огурчики черничка чуть хеллы сливка сметанка огромная эта граната адыгейский сыр дорогущий белорусский сыр это как белорусские креветки да вот эти вкуснючие домашние прямо с рука эти рисочки это вся зелень куча мандарин здесь на радиограмма полтора и вот тут где-то еще где-то с килограмм это вовсе в этом месте на самом дорогом рынке краснодара мне обошлось 5100 чем-то там 175 рублей я я все посчитала и за зелень и за все вот ну чеков нет это только на эти как тут платят тут платят телефонами на рынке то есть на рынку приходишь ты не карточка кредитную никто не принимает наличными можно если есть если наличных нет то номер телефона вы берете у продавца вводите свой сбербанк и или на телефон приходит сообщение что денежки и на сбербанк тоже поступили то есть сбербанк просто переди планеты всей на самом деле на рынке нет ни одного абхазца или там грузина или обменина кто бы телефоном сбербанк сбербанковский не принимал бы оплату вот ну хотите ходить с наличными ходите с наличными я хожу с телефоном даже не нужно не кошелек с собой носить не карты ничего телефоном пришли и все купили что вам нужно вот потом загрузили вот такую вот тележку как у меня и поехали то есть как бы мне близко да то есть не на такси не надо не машину никуда вот мне наши заморозки которые грядут минус 2 минус 4 нет будет чем питаться наварю себе вот этого кофе карабики сыра дыгейского с белорусскими креветками сказали ну масло самое лучшее не знаю чем там батька кормит своих буренок что у них масло в два раза дороже российского че трава не такая у них там чушо шо все такие шо все такие люди люди добрые шо все такие ну все ребята до связи до следующих встреч пишите в комментариях что вы еще хотели бы узнать что нужно мне еще вам сообщить и какие на какие вопросы вам нужно ответить куда-нибудь сходить какие-то цены на что-то вам еще интересно дайте знать спасибо